Здравствуйте! В эфире новости 24 и сегодня в программе. Самый широкий спектр вопросов, которые находят исчерпывающие ответы. Народные приемные в действии. Мы очень многого добились. Желаем вам красоты во всем. Отмечали специалисты в мероприятии ко дню независимости. Когда встречаются профессионалы, ковид лечится быстрее. О совместной работе узбекских и российских медиков. Таможня не дает добро. Заслон поставлен наркотиком и тем, кто пытался завести лекарства без декларации. Мы рассматриваем вашу страну в качестве важного политического и экономического партнера в Центральной Азии. В своем интервью отметил спикер палаты представителей парламента Малайзии. Работа народных приемных по решению широкого спектра проблем населения продолжается и в период пандемии. По состоянию на 1 августа текущего года виртуальную и народные приемные президента поступило свыше 545 тысяч обращений, которые поднимают в общей сложности почти 583 тысячи острых вопросов. После рассмотрения более 350 тысяч обращений решены. Как строится данная работа в Джизакской области в материале Шухрата Шакирова. В процессе диалога с народом отдельное внимание уделяется каждому обращению граждан в народные приемные, что приобретает еще большее значение в период пандемии. Будь то заняты с населением, особенно молодежи, решение многолетних проблем, связанных с улучшением инфраструктуры городов и сел. За истекшие 7 месяцев этого года в народную приемную в Джизакской области поступило 8557 обращений. 5925 из них решены положительно. По 2257 даны правовые разъяснения. 274 в процессе изучения. Это вопросы, волнующие как отдельных соотечественников, так и жителей той или иной местности в целом. Из-за ежегодных весенних селевых потоков территория селения Пешагорза Минского района как бы делилась на две части. Вследствие чего для жителей, проживающих в начале кишлака, 50-метровая дорога превращалась в 6-километровый объездной путь, что доставляло массу хлопот, особенно для учеников школ, людей преклонного возраста. После обращения населения в народной приемной были привлечены ответственные лица, которые тщательно изучили проблему. Посоветовавшись с жителями на основе соответствующей программы, приступили к осуществлению многолетней мечты сельчан. Для возведения нового моста из республиканского бюджета выделили 596 миллионов сумм. В соответствии с разработанным современным проектом ведутся строительные работы. Очистка речки Ханглисой, укрепление ее берегов. Совсем скоро объект сдадут в эксплуатацию. Проблема моста создавала очень много трудностей для нас. Ответственные лица народной приемной специально приехали и изучили вопрос на месте, в результате чего начаты практические мероприятия. Все очень рады и благодарны, конечно, ведь какая большая работа ведется. Все для нас, для будущего наших детей. С такой же проблемой сталкивалось население кишлаков, расположенных вдоль канала Усмацой Бахмальского района. Мост постоянно смывалось селем, что усложняло передвижение сельчан. Руководители и ответственные лица народной приемной, управление по чрезвычайным ситуациям, секторов, специалисты сферы всесторонне изучили вопрос и включили его в программу. И как итог, на начавшиеся строительные работы направлено без малого 4,5 миллиарда сумм. На основе обращений граждан поэтапно ремонтируются дороги в центре городка Замин. В этом же году более 7 километров покрыли песчано-гравийной смесью. За счет почти 791 миллиона сумм асфальтировали более 2 километров дороги. На сегодняшний день ремонтируют 700 метров Махалинского схода граждан Охтипа. Параллельно строят тротуары и лотки. На основе подобных обращений в последние годы привели в порядок километр дороги в Кишлаке-Гульшан, еще 2 километра в селении Паске-Брляшкан. Также покрыли песчано-гравийной смесью 1 километр дороги на улице Мертимир-Махали имени Гафура-Гуляма. 300 метров улицы имени Мирзо-Улудбека-Махали-Таракьот. Без малого 2 километра дорог в селении Брляшкан. 8% поступивших с начала года в народные приемные обращения связаны с трудоустройством. В целях создания новых рабочих мест освоили заброшенные земли, примыкающие к кишлаку Ачи. Ей на 200 гектарах разбили интенсивный сад. Также на 93 гектарах, отведенных под бахчевые, проводится опробация технологии дождевального орошения. Полностью принялись саженцы яблонь, груш, персиков, вишни. Тем самым пока обеспечена занятость 50 молодых людей. С начала этого года на основе адресного плана и дорожной карты 947 юношей и девушек трудоустроены в сельском хозяйстве. 206 в предпринимательстве, 41 в строительстве, 487 молодых людей, привлеченные к общественным работам. 471 трудятся в других направлениях. 97 обучаются профессиям. В селении Пешагор ведутся отделочные работы на возведенном швейном предприятии, где будет обеспечена занятость сельских женщин. На основе обращений граждан решаются острые вопросы, связанные в частности с обеспечением электроэнергии, природным и сжиженным газом, питьевой водой, состоянием дорог и в Янгиабадском районе области. Совместная работа руководителей народной приемной, секторов, депутатов местных кингаш и народных депутатов способствует эффективному их решению. К примеру, до недавнего времени жители одного из отдаленных местностей, села Искандар, сталкивались с проблемой воды. На 730 человек лишь один колодец. В этом году за счет средств в размере 350 миллионов суммов пробурили два артезианских колодца, отремонтировали старый, что значительно улучшило обеспечение данным ресурсом сельчан. Также 29 домов подключили к газовой линии. Путем освоения новых площадей разбиваются сады и виноградники, в результате чего только с организацией производственного кооператива Янгиабод Агрокапитал трудоустроены 10 представителей местной молодежи, которые получают неплохие доходы от выращивания агрокультур между рядами саженцев винограда. Масштабы же подобных мероприятий только расширяются, создавая дополнительные возможности в этом направлении. За последние годы система энергетики страны успешно внедряет автоматизированные механизмы контроля и учета электрической энергии, которые позволяют экономить и правильно распределять энергоресурсы между потребителями. Серьезная работа проводится и по линии внешних связей и сотрудничеству с крупнейшими зарубежными партнерами. В целях удовлетворения растущей потребности республики и обеспечения дальнейшего сбалансированного развития электроэнергетической отрасли с учетом передового мирового опыта и современных тенденций развития мировой электроэнергетики была разработана концепция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы. Она определяет цели и направление развития электроэнергетической отрасли страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Приоритеты и ориентиры, а также механизмы обеспечения эффективности государственной энергетической политики на отдельных этапах ее практической реализации, гарантирующие достижение намеченных целей. В настоящее время располагаемая генерирующая мощность республики составляет 12,9 гигаватт. Из них теплоэлектростанции 11 тысяч мегаватт или 84,7 процентов. Гидроэлектростанции 1,85 тысячных мегаватт или 14,3 процента. Блок станции, изолированные станции более 133 мегаватт или 1 процент. С учетом географического расположения страны, удобного для использования транзитного потенциала, ожидается, что к 2030 году импорт и экспорт электрической энергии сравнятся и достигнут показателя равного 6 миллиардам киловатт часов в год. Немаловажный обмен опытом с международными экспертами в этой области. В ходе встречи, состоявшейся в акционерном обществе региональные электрические сети, с представителями южнокорейской компании Kiti Corporation, была дана информация о проводимых в сфере преобразованиях. Также обсудили перспективы внедрения автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии. В центре внимания вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, планы на ближайшую перспективу. Со стороны председателя правления были даны следующие предложения делегации, прибывшей из рубежа. После того, как у нас была внедрена система Аксуэ, мы должны дать возможность реализации этого проекта и в соседних странах. И при реализации этого проекта организовать совместную работу с этой компанией. В частности, речь шла об организации Центра сервисного обслуживания. Представитель корейской компании, господин Ли Хансуб, высоко оценил проводимые в Узбекистане в последние годы реформы в сфере энергетики. Он также особо отметил, что компании Kiti Corporation предоставляются широкие возможности для функционирования в Узбекистане. Центр автоматизации учета электроэнергии, который планируется запустить в ближайшие дни, будет единственным в регионе. Узбекистан со своими богатыми природными ресурсами, квалифицированными кадрами и удобным географическим расположением является страной с большим экономическим потенциалом. Ваша страна для нас является одним из надежных партнеров. В настоящее время мы работаем над несколькими проектами по реализации системы автоматизации. Они создадут ряд удобств между потребителем и предприятием электрообеспечения. В частности, будет установлен контроль потребления электроэнергии и технических потерь. Обеспечена его бесперебойная и качественная поставка. В ходе диалога мы также договорились об организации Центра технического обслуживания электрических счетчиков. В ходе встречи стороны провели переговоры о своевременном завершении автоматизации системы. Адреса созидания, иначе не назовешь. Об этом говорят и зарубежные авторитетные эксперты-экономисты. За последние годы сделан серьезный шаг навстречу предпринимательству. Этим и объясняется резкий рост бизнес-возможностей. Материалы из Андижана продолжат выпуск. Поддержка предпринимательства. Наиболее ярко она проявляется в последние годы. Крупное или предприятие, или малое, на счету каждое рабочее место, вид продукции, обеспечивающие стабильное развитие экономики, а значит дальнейшее повышение благосостояния народа. Создаваемые широкие возможности позволили повысить показатели в период пандемии, в частности и в Кургантипинском районе Андижанской области. В основе же таких позитивных сдвигов четкая реализация разработанной дорожной карты и всесторонняя поддержка руководителями секторов, субъектов предпринимательства. Также оказывается содействие в осуществлении в малых промышленных зонах перспективных бизнес-решений, ускорению запуска производственных мощностей. В результате чего, к примеру, предприятие «Контекс.Групп» увеличило объемы выпускаемой продукции и продолжает действенность на основе кластерной системы. В прошлом году нами произведено продукции на 70 миллиардов сумм. С начала же этого года данный показатель превысил 100 миллиардов сумм. В 2019-м работали 300 человек. В настоящее время число работающих приблизилось к тысячам. В ближайшие два месяца намерены увеличить рабочие места до полутора тысяч. Среди членов трудового коллектива вернувшиеся из-за рубежа трудовые мигранты. Пользуемся рядом льгот. Нам оказывают поддержку буквально во всем. Вместе с тем своим опытом делятся и зарубежные специалисты. Мы и далее будем повышать объемы производства. А ведь все начиналось с маленького цеха на дому. Теперь же трудоустроено около 400 женщин. Продукция отправляется на экспорт. Наше предприятие организовано в 2017 году. В прошлом получили кредит в 2 миллиарда сумм, который помог расширить деятельность. Еще один миллиард сумм кредитных средств нам выделили для пополнения оборотных средств во время пандемии. Также по зарубежной кредитной линии нам выделили 950 тысяч долларов. И мы создали дополнительно 200 новых рабочих мест. Приобрели современное оборудование. В результате дохода от экспорта возросли почти 10 раз. За счет льготного кредита в размере 320 тысяч долларов на этом предприятии установили современное оборудование по выпуску трикотажных изделий. Тем самым создано 120 новых рабочих мест. В 2018 году продукция реализовывалась лишь на местном рынке. Теперь же пользуются большим спросом и за рубежом. В марте этого года нам выделили кредит в размере 3 миллиардов сумм, за счет чего открыли предприятие на 120 мест. Вся продукция экспортоориентированная. За два месяца по линии экспортных поставок выручили 320 тысяч долларов. Намерены, воспользовавшись льготным кредитом, завести дополнительное современное оборудование по выпуску готовой продукции из пряжи. Вместе с тем некоторые отрицательные моменты в этом плане не лучшим образом влияют на прозрачность и практичность системы диалога государственных органов с предпринимателями. Организация же на местах приемных премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей служит предупреждению таких нежелательных случаев и способствует быстрому реагированию на запросы предпринимателей и расширению масштабов предоставления им практической помощи. Конечно, в любом производстве на первом месте конкурентоспособность, от которой напрямую зависит успех любой бизнес-инициативы, повышение экспортного потенциала, что непосредственно связано с привлечением в этот процесс квалифицированных кадров, дизайнеров, а главное современных технологий. Ты источник силы, место счастья, мой родной Узбекистан. Именно под таким девизом начал свою работу новый онлайн-проект, запущенный по случаю 29-летия независимости Республики Узбекистан совместно с Республиканским Центром Духовности и Просветительства Обществом Арифат, Министерством Культуры при поддержке Союза Писателей. Подробнее о данном проекте в репортаже Карины Незамудиновой. В преддверии праздника независимости в рамках проекта «Ты источник силы, место счастья, мой родной Узбекистан» проводятся культурно-просветительские мероприятия с участием известных ученых, писателей и поэтов, представителей культуры и искусства широкой общественности, конечно, с соблюдением всех карантинных требований. «Приближается наш самый большой праздник независимости нашей Родины. В это время мы все время, все актеры, художники, поэты, писатели ездили по областям, встречались с вами вот так вот близко, общались с вами, поздравляли с праздником, говорили о будущем нашей Родины, о том, что в жизни все прекрасно и жизнь продолжается. Я могу вам сказать только одно, жизнь действительно продолжается. Будем добрее. Перед этим праздником я вас всех поздравляю, желаю, чтобы ваши семьи, в семьях все были живы-здоровы, те, кто заболел, чтобы они обязательно выздоровели, чтобы мы снова с нами могли увидеться не только онлайн, а в жизни тоже». Участники отметили, проводимые в стране масштабные реформы в различных сферах служат укреплению экономической мощи, повышению престижа Узбекистана в мировом сообществе. Свою эффективность демонстрирует и реализация стратегии действий, в которой приоритетами являются повышение жизненного уровня населения и увеличение их доходов. «У нас собрались по всему региону через онлайн-конференц-семинар провести 29-летие независимости Республики Узбекистан. Мы очень многое добились, больших успехов. Всем желаю только красоты здоровья, красоты образования, красоты культуры, красоты чести, гордости, что мы являемся именно Узбекистаном». Положительные изменения происходят и в сфере здравоохранения. Это совершенствование лечебно-профилактической помощи, деятельность патронажных служб, повышение качества экстренной и специализированной медицинской помощи, обеспечение населения доступными и качественными лекарственными средствами развития частной медицины. Далее о текущей эпидемиологической ситуации в Республике. По данным Министерства здравоохранения, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекции в Узбекистане к данному часу составляет 36 968 человек. На данный момент общее число выздоровевших 32 557. Количество летальных исходов 247. В целях предотвращения распространения коронавируса в нашей стране создаются специальные распределительные центры. Там проводят точную диагностику и оказывают первую необходимую помощь лицам с подозрением на COVID-19. Об этом материал программы из Нукуса. Сегодня звонки врачей из районных поликлиник жителям закрепленных за ними участков с целью постоянного мониторинга состояния здоровья скорее правило, нежели исключение. Население круглосуточно курируют врачи поликлинического звена. Для оперативного реагирования на обращение создано 183 мобильные группы. Во многом облегчить работу медиков и состояние пациентов призван открывшийся в Нукусе распределительный центр. Аналог столичного организованного в Узэкспоцентре разместился в здании спорткомплекса. Он также предназначен для постановки точного диагноза и оказания необходимой помощи лицам с подозрением на COVID-19. И рассчитан на 390 койко-мест. Параллельно подобные центры открыты в Бирюнийском и Турткульском районах. В общей сложности число койко-мест во всех трех составляет тысячу. Трудно переоценить важность таких центров в процессе оказания первой помощи поступившим. Диагностики коронавирусной инфекции. Распределение лиц с подтвержденным диагнозом соответствующие медучреждения. У нас имеется все необходимое для проведения тестирования и анализов. После того, как будет поставлен точный диагноз, пациенты в зависимости от тяжести заболевания и состояния здоровья будут направляться в больницу. Те, чья болезнь протекает в легкой форме, могут лечиться дома. Условия созданы не только для пациентов, но и для всего медицинского персонала. Предусмотрено все. От мест отдыха, горячего питания до одноразовых защитных костюмов. Каждая палата рассчитана на двух пациентов и оборудована отдельными системами вентиляции. Подача кислорода, вызова медицинского персонала. По первому зову приходят на помощь и коллеги из распределительного центра в УЗЭКС по центре. С тем, чтобы скорректировать лечебную тактику и логистику пациентов с вероятным или подтвержденным коронавирусом. Современные технические средства позволяют постоянно быть на связи с дежурными бригадами, круглосуточно проводить врачебные консилиумы, эффективно контролировать состояние больных, вырабатывать алгоритм действий в каждом конкретном случае. Вместе с тем, отдельное внимание уделяется безопасности врачей и пациентам. Важно, что работа распределительных центров позволяет перепрофилированным клиникам вернуться к привычному режиму. С тем, чтобы они могли вновь оказывать своевременную медицинскую помощь пациентам с острой неотложной патологией, хроническими заболеваниями, а также нуждающимся в высокотехнологичной терапии. В течение 10 дней мы полностью подготовили все больницы к обычному функционированию, провели дезинфекцию всех помещений. В ближайшие дни они уже будут использоваться по прямому назначению. Для максимальной эффективности борьбы с пандемией около 40 высококвалифицированных специалистов из ведущих клиник России, имеющих опыт лечения пациентов с диагнозом COVID-19, в течение месяца будут плотно взаимодействовать с нашими медиками. Репортаж из медучреждения, специализированного на лечении пациентов с коронавирусом города Черчик. Они консультируются, обмениваются опытом, ищут лучшие пути решения имеющихся проблем. Желание одно – вернуть всех пациентов к здоровой жизни и не допустить распространения инфекции. Мы в центральном больнице города Черчика. Здесь тоже работает группа российских врачей. И они до этого времени осмотрели несколько больных в крайне тяжелом состоянии. Айдар Тагирович, вы сейчас осмотрели больных, да? Да, мы осмотрели пациентов. Мы, соответственно, начали с реанимационных пациентов, то есть пациентов с крайне тяжелым состоянием. И, соответственно, мы коллегиально сейчас будем обсуждать с лечными врачами данные реанимации дальнейших тактиковых лечения. Ну и как быть о переводе этих пациентов, которые есть пациенты, которые можно перевести уже из реанимации, в обычный стационар. Ну и, соответственно, здесь в стационарах тоже есть пациенты, которые требуют прицельного внимания. И мы их тоже, соответственно, посмотрели, которые леча врачи нам посоветовали посмотреть. Их состояние стабильное, но требует тоже определенных вмешательств. Мы обсудили все это с леча врачами, обсудили анализ их лечения. Будем коррегировать, будем обсуждать все это коррегиально. Потому что есть у нас наработки, мы тоже проходили через данные проблемы. Мы вот хотим поделиться этим опытом, мы хотим и у вас что-то перенять, ваши наработки. Ну и, соответственно, мы тоже свои хотим дать показать наработки. И леча врачи активно этим интересуются. То есть будем работать коллегиально. Группа российских врачей, приехавшая в Чертик, состоит из специалистов медицинских учреждений Казани и научно-медицинского центра хирургии имени Пирогова в Москве. Вместе с узбекскими коллегами они прикладывают все усилия для борьбы против коронавирусной инфекции. Врачи единодушны в одном. Будут предприняты наиболее эффективные методы, проверенные временем. Разумеется, тут важен опыт обеих стран. Мы сегодня вместе с российскими коллегами обсудили дальнейшие действия по правильной диагностике заболевания. На данный момент в нашей больнице проходит лечение 165 пациентов с коронавирусом. Пять из них находятся в крайне тяжелом состоянии. При их лечении, конечно, очень важен обмен опытом. Должен сказать, у каждого врача есть своя методика, свой подход. Как говорят, чужой беды не бывает. Сейчас главная задача объединить усилия, сплоченность народов, желание помогать друг другу играют важную роль в преодолении пандемии. Ответственные лица различных министерств и ведомств на брифингах в столице продолжают отвечать на вопросы, которых становится все больше. Как родители могут защитить своих детей от коронавирусной инфекции? Несмотря на ослабление карантинных мероприятий, родители должны ограничивать посещение детей общественных мест. Выходя же на улицу, объяснить своим чадам необходимость соблюдения социальной дистанции, ношения масок и то, что не нужно трогать лицо руками. Может ли ухудшиться эпидемиологическая ситуация в стране с приближением зимнего периода? В мировой практике часто наблюдаются сезонные заболевания, связанные с простудой. Зачастую люди выздоравливают и без медицинского вмешательства, но COVID-19 может значительно ухудшить ситуацию. На сегодняшний день принимаются соответствующие меры по защите наших граждан. В свою очередь мы должны быть уверены, что люди соблюдают карантинные предписания. Вопросы также касались трудовой миграции наших соотечественников за рубеж. Я прошел все отборочные этапы и получил трудовое соглашение от работодателя. Когда я смогу уехать на работу в Республику Корея? В связи с пандемией значительно вырос уровень безработицы. Многие наши граждане не могут уехать на работу в другие страны. Для общей безопасности пока приостановлены авиасообщения с Республикой Корея и нет возможности отправить даже тех сотрудников, которые приехали домой в трудовой отпуск. В Центре общенационального движения Юксалыш комитетом Сената Оли Маджлиса по вопросам науки, образования и здравоохранения проведен круглый стол, в ходе которого речь шла о реформах, проводимых в нашей стране в сфере высшего образования, а также имеющихся в данной системе проблемах и недостатках. К диалогу пригласили представители профильного министерства, государственного центра тестирования, инспекции по контролю качества образования. Цена вопроса – 10-процентная скидка на платное обучение в новом учебном году, предоставленная студентам-очникам двумя министерствами – высшего и среднего специального образования и финансов. Она вызвала широкий общественный резонанс. Среди приводимых доводов – то, что дистанционное обучение в период пандемии оставляло желать лучшего. А также тут факт, что из-за невысокого качества образования ни один вуз страны не входит в топ-1000 университетов мира. И то, что доходы многих студентов, вынужденных ранее подрабатывать, чтобы оплачивать контракт за обучение во время карантина, значительно снизились или вовсе сошли на нет. На этом фоне 10-процентная скидка представляется незначительной. Гражданами высказываются мнения о том, что она должна быть в 3 или 4 раза больше. В числе прозвучавших контраргументов – то, что текущий размер контракта не покрывает даже минимальные затраты на обучение. В среднем покрывается 68%. Мы предложили дать 10-процентную скидку на оплату контракта с учетом того, что покупательская способность населения снизилась. С этой целью будут привлечены ресурсы высших учебных заведений. В первую очередь мы должны понять, какие расходы нам необходимо оптимизировать, пересмотреть нормы обучения. В планах – оказание дополнительных образовательных услуг. Предусматривается оказание адресной финансовой помощи до 4 миллионов сумм для покрытия контракта сиротам, круглым сиротам, студентам с инвалидностью, а также из семей, внесенных в железную тетрадь. Студентам, отслужившим срочную военную службу, в рядах вооруженных сил оплачивается 35% стоимости контракта. Высказывались мнения о целесообразности дифференциации скидок на оплату контракта, исходя из уровня материальной обеспеченности студентов. Одновременно прозвучали предложения о дифференцированной оплате труда преподавателей. Преподаватель, который выполнил за месяц научную работу, он писал статью в скопус, он выполнил исследования, прочитал декцию в Махале, сделал научный кружок, докторант у него, он получил такую же зарплату, потому что с тем преподавателем, который ничего не сделал, просто пришел и ушел. Поэтому очень много преподавателей, которые ничего не делают. Я считаю, нужно сегодня зарплату выдавать по выполнению еженечной нагрузки преподавателя и подойти дифференцированно, чтобы была какая-то мотивация преподавателя, чтобы он качественно дал свои знания и образования. Высказанные предложения и рекомендации касались качественной организации учебного процесса в соответствии с современными требованиями. На видеоселекторном совещании, проведенном под председательством главы государства, с целью возобновления деятельности предприятий в период пандемии, обеспечения устойчивого экономического и социального развития, определён ряд мер по постепенному ослаблению требований карантина с соблюдением всех установленных норм. Об этом говорилось на сессиях Кингяши народных депутатов на местах. На сессии Джокаргэ Кенеса Республики Каракалпакстан участники подробно обсудили задачи, которую предстоит решить в связи со смягчением карантинных требований в стране. В частности, глава Минздрава Каракалпакстана представил информацию о проводимой работе по обеспечению строгого соблюдения гражданами санитарных требований, организации оказания своевременной и качественной первичной медико-санитарной помощи населению. Кроме того, определены конкретные меры по созданию благоприятных условий для эффективной работы субъектов предпринимательства. Вместе с тем решено усилить общественный и парламентский контроль над неукоснительным соблюдением гражданами санитарных требований в общественных местах. Отмечено, несмотря на возникшую сложную ситуацию в период пандемии, реформы в социально-политической сфере страны проводятся последовательно. Экономика страны сохранила стабильные темпы роста. Это подтверждают экономические показатели и результаты, достигнутые в первом полугодии. Говорилось и о необходимости усиления широкой разъяснительной работы среди населения. В то же время члены парламента, представители политических партий, депутаты местных Кенгаши должны оказывать поддержку ответственным лицам путем проведения непосредственных встреч с избирателями, активного участия в этом процессе средств массовой информации. На сессии с учетом мнений и предложений депутатов местных Кенгаши принято соответствующее постановление Джокарга и Кенеса Республики Кыргопакстан. На сессии Бухарского областного Кенгаши народных депутатов выступил первый заместитель Хакима области. Как было отмечено, во время пандемии в регионе приостановили свою деятельность 11 тысяч 58 предприятий, в том числе 450 промышленных, 163 строительных и 10 тысяч 445 предприятий сферы услуг. Срок погашения кредитов, выделенных более 5,5 тысячам предпринимателям, продлен до 1 октября текущего года. 27 компаниям-экспортерам возмещен налог на добавленную стоимость в размере 23 миллиарда 300 миллионов суммов. В 379 хозяйствующим субъектам предоставлены льготы на имущество, земельный налог и налог на водопользование сроком на 6 месяцев. Не взысканы задолженности по налогу 1411 субъектов предпринимательства. На формирование оборотных средств 1290 предприятиям выделены кредитные средства на 1 триллион суммов. А после смягчения карантинных ограничений полностью возобновили свою деятельность 450 промышленных предприятий и 163 строительных компаний. В целом ожидается, что к работе вернутся более 53 тысяч граждан. Этот вопрос также прокомментировал и заместитель спикера законодательной палаты Оли Маджриса, председатель фракции социал-демократической партии Адулад. На сессии выступил начальник областного управления здравоохранения, который обратился к населению о необходимости неукоснительного соблюдения санитарных требований. Обсуждены предложения, выдвинутые депутатами по данному вопросу. Кроме того, были заслушаны отчеты о деятельности за последние 6 месяцев председателей судов по уголовным, гражданским, административным и экономическим делам. По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения. Состоялась и сессия Джезакского областного кингяша народных депутатов. В ней приняли участие парламентарии, руководители профильных организаций. Выступившие уделили внимание проводимой работе по предупреждению заражения коронавирусной инфекцией, обеспечению населения необходимыми лекарствами, продуктами питания. Безусловно, особого признания заслуживает работа медперсонала санитарно-эпидемиологических центров. Отмечено, в районе ведется полномерная работа по поощрению медиков и созданию для них необходимых условий. Депутатами подчеркнуто, что со смягчением карантинных ограничений необходимо обеспечить проведение семейных торжеств в установленном порядке, соблюдать санитарные требования на рынках, в организациях, а также повышать осведомленность и бдительность населения. По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения. Антимонопольный комитет Республики Узбекистан провел проверку о ОУЗ Автомоторс в соответствии с требованиями законодательства и возбудил дело в отношении компании по признакам нарушения закона Республики Узбекистан о конкуренции. Дело рассматривалось на очередном заседании специальной комиссии комитета. Об этом комментарий специалиста. Надо сказать, что Уз Автомоторс входит в реестр компаний с доминирующим положением на рынке и в соответствии с его включением в этот реестр было проведено рассмотрение и изучение. Члены комиссии достаточно детально изучили формирование цены, факторы, приведшие к увеличению цен на продукцию Уз Автомоторс. И изучение было проведено достаточно детально, пофакторно и по всем переменным. К сожалению, на сегодняшнем заседании не смогли участвовать представители компании Уз Автомоторс. По его итогам было принято решение о том, что компания действительно нарушила статью 10 закона о конкуренции и злоупотреблении доминирующим положением в части установления монопольно-высоких цен. И компании было выдано предписание со стороны антимонопольного комитета реализации следующих пунктов, в частности, о необходимости возврата суммы денег потребителям, тех средств, которые они уплатили с момента повышения цены с марта. Все цены, которые будут устанавливаться компании, начиная с момента решения сегодняшнего дня, должны исключить в себя те необоснованные затраты, которые были определены антимонопольным комитетом. Третье, далее, при реализации автомобилей должны быть созданы равные условия для всех дилеров, которые хотят сотрудничать с Уз Автомоторс. И, наконец, четвертое, автомобили должны реализовываться для потребителей, для конечных потребителей в строгом соответствии с очередностью договоров, без каких-либо нарушений. Предписание выдано сегодня, 19 августа 2020 года, и Уз Автомоторс имеет право обжаловать данное предписание в суде. В Куала-Лумпуре обсуждены векторы сотрудничества между законодательными органами двух стран. Вновь назначенный спикер палаты представители парламента Малайзии особо подчеркнул политический авторитет и экономические возможности Узбекистана. К сведению, в 2019 году объем двустороннего товара оборота составил 116,2 миллиона долларов. По итогам первого полугодия 2020 года 26 миллионов, в том числе экспорт 2 миллиона, импорт 24 миллиона долларов. За 2019 год количество посетивших нашу страну туристов из Малайзии выросло на 58,5%. Стороны подтвердили приверженность наращиванию взаимодействия в области исламского банкинга и развития халяльной индустрии, а также в возобновлении работы совместного торгового комитета и проведение его третьего заседания в целях дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономических и инвестиционных связей. Мы рассматриваем вашу страну в качестве важного политического и экономического партнера в Центральной Азии в силу его политического авторитета и экономических возможностей в регионе. В этой связи считаю важным отметить необходимость поступательного расширения и укрепления наших двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также в области здравоохранения, туризма и образования. Кроме этого, хочу подчеркнуть заметную за последний год активизацию узбекско-малайзийских межпарламентских связей. Я уверен, что состоявшийся в конце прошлого года визит делегации представителей парламента Малайзии в Узбекистан, а также недавнее создание групп дружбы в законодательных органах двух стран и налаживание прямого диалога между парламентами для обмена передовым опытом в области законотворчества посредством организации видеоконференции послужит фундаментом для дальнейшей интенсификации двусторонних отношений по всем направлениям. В этой связи он согласился с мнением о необходимости продолжения контактов между депутатскими корпусами двух стран, в том числе путем организации очередного онлайн-форума для обмена передовым опытом в области законотворчества и осуществления визитов парламентских делегаций в целях наполнения двусторонних отношений новыми направлениями сотрудничества. Высоко оценены осуществляемые правительством Узбекистана реформы системы образования страны, а также его усилия по подготовке высокопрофессиональных кадров и по линии фонда «Эль-Юрту-Миде». Также подчеркнута важность расширения сотрудничества в области подготовки и переподготовки госслужащих, республики ведущих научно-образовательных институтах Малайзии. Спикер отметил важность и своевременность налаживания практического взаимодействия между министерствами здравоохранения двух стран и выразил готовность малайзийской стороны поделиться накопленным опытом в сфере борьбы с пандемией. По итогам переговоров сторонами достигнута договоренность о дальнейшей активизации сотрудничества между парламентами двух стран, в том числе путем проведения очередного онлайн-форума между парламентами двух стран в сентябре 2020 года и обмена визитами в постпандемический период. В результате оперативных мероприятий на пограничных постах таможенной страны был пересечен ввоз на территорию республики незаконной продукции. Лекарства с сомнительным качеством, тем более без сопроводительных документов, представляют серьезную угрозу для здоровья человека. В ходе очередной операции сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабадой и таможенного аудита Государственного таможенного комитета была пресечена попытка незаконного ввоза в нашу страну. В ходе проведенного оперативного мероприятия в Шахантахурском районе столицы был пресечен факт незаконной реализации двух тысяч коробок лекарственных средств без надлежащих документов гражданами Батыров и Вакилев. Также при досмотре автомобиля гражданина Вакилова были найдены еще 600 коробок препаратов неизвестного происхождения. По оценкам, общая стоимость этих препаратов составляет 663 миллиона сумм. Во время оперативного мероприятия в Якосарайском районе Ташкента остановили еще одного гражданина при попытке продать 1200 пульсоксиметров в бумажных коробках. В настоящее время эти медицинские изделия находятся на временном хранении, ведется расследование. Еще один случай правонарушения выявили сотрудники таможенного контроля Антижанской области в Алтын-Кульском районе. В ходе мероприятия грузовик марки «Мерседес-Бенц», которым управлял гражданин Икрам Джанов, был остановлен и осмотрен в установленном порядке в присутствии понятых. Попытка провоза наркотиков курьерам была предотвращена и в Новоинской области. Посылки, отправленные на имя одной из курьерских служб, подвергнуты таможенному контролю в установленном порядке. В другом случае выяснилось, что лекарства были скрыты и переупакованы в коробки с полотенцами и простынями в курьерских отправлениях. Незаконный оборот наркотиков. Автомобиль ВАЗ-2106 был замечен в Бекабасском районе во время операции, проводимой сотрудниками таможенного контроля Ташкентской области и представителями других правоохранительных органов. Когда упаковка была открыта, в присутствии экспертов и понятых было установлено, что содержащееся в ней вещество является гашишем весом 750,95 г, который был изъят в качестве вещественного доказательства. Также ряд нарушений был выявлен в ходе совместных операций сотрудников Кашкадаринского областного таможенного управления и УВД. В установленном порядке с участием понятых был проведен осмотр дома гражданина Хайдарова. В результате выяснилось, что он выращивал у себя во дворе три куста каннабиса весом 5 кг. Таковы итоги дня. Наша творческая группа желает вам всего доброго. До встречи!